Случилось страшное. Подлая рука Госдепа, руками ушлой Европы, лишает запоребрик его главной скрепы, которая питала народонаселение этой страны столетиями. В юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров ЮКОСа арестованы два главных символа РФ в мире и в буквальном выражении национальной идеи Москвы. Бренды водки «Столичная» и «Московская», которые принадлежали РФ через федеральное казенное предприятие «Союз Пладоимпорт». Теперь эти активы могут продать на аукционе в сентябре 2020 года, а деньги, полученные от продажи святынь, пустить на греховное дело – уплату долга экс-акционеров компании ЮКОС, составляющего 50 миллиардов долларов и которой после решения суда отказалась выплатить РФ. Ну что на это скажешь? Знают же европейцы, как бить под дых РФ. Это же надо, на святое позарились, на душу народа практически. С другой стороны, если взглянуть на это с исторической точки зрения, то европейцы возвращают вполне свое, и мы совершенно не имеем в виду деньги за ЮКОС. Водка-то, как бы ни кичили серовчане и как бы ни вливали в себя свою святыню в граненых битвах по городам и весям, продукт сугубо европейский, а конкретно – польский. Именно там был сделан классический рецептурный продукт, который Московия почему-то считает своим, как, впрочем, очень многое, что таковым, не является. Ну да бог с ней, сводкой. Поговорим о бизнесе, который из-за поребриковых рук потихоньку перекочевывает к европейцам. Отметим очень дельный и холодный расчет того, по каким местам начали бить европейские суды в борьбе за деньги, вложенные когда-то в РФ. Ведь многие наверняка, когда считают об арестах имущества РФ или Газпрома в Европе и мире, думают, что арестовывать будут какие-то физические активы или там дворцы олигархов. А вот нет. В Европе дворцы олигархам как раз и продают только потому, что единственные, кто будет платить непомерные налоги на недвижимость, тем самым пополняя бюджеты Англии, Франции и Испании – это наши постсовковые нувориши. Ну и еще, пожалуй, арабы и китайцы. Так вот, нет. Европейцы действуют изящнее. Как в конкретном случае с национальной скрепой за поребрика. Они тоже не арестовывали заводы, которые разливают этот шмурдяк. Они арестовали товарные знаки, другими словами, бренд. То есть то, что котируется в мире. Теперь под этим товарным знаком в брендовые бутылки можно разливать водку на каком угодно заводе, хоть в Нидерландах, хоть в Португалии и развозить это по всему миру, получая огромные барыши. В каком-то смысле бренды водки «Столичная» и «Московская» это сейчас даже лучше, чем нефть марки «Бренд» или «Уралс». А все потому, что проклятый Илон Маск скоро пересадит весь мир на электромобили, а вот бухать он его не отучит никогда в жизни. Да еще и автопилот ему в машины поставит, чтобы водители после «Столичной» и «Московской», будучи сами на автопилоте, смогли безопасно добраться домой. Короче, зрят европейцы в корень. Тем более они абсолютно ничего не теряют, учитывая, что на РФИ висит долг 50 миллиардов за экспроприацию ЮКОСа. В условиях неприлично низкой цены на нефть выплатить такие деньги – это дорогого стоит. Получается, что формально и от отобранного ЮКОСа прибыли нет, и от «Столичной» и «Московской» тоже. Короче, ситуация у Балалайшной патовая. Бренды не вернешь, потому что нужно долг заплатить, а долг заплатить нечем, потому что денег нет. Резюмируя, скажем. «Московиты! Берегите боярышник!» Шутка. «Он ведь тоже не ваш, несмотря на то, что вы нашли в нем суррогат главной скрепи. А вообще позор! Вы даже водку не уберегли!» Кстати, в российской прессе этот промах общенационального масштаба называют не иначе, как «арестом российских активов по делу ЮКОСа». Эх, жаль народонаселения Московии, который активно сидит на отобранной скрепе, не читает под такими заголовками. Иначе бессмысленный и беспощадный запоребриковый бунт был бы уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok